Обычное восприятие языков. Дело в том, что я их делю по геометрическим фигурам. Всем привет! Я также сегодня буду рассказывать, как я подсела на крыльевские сериалы. Это было очень странно. Дело в том, что где-то 6-7 лет я очень люблю смотреть аниме. Мне нравится именно моральный какой-то аспект, потому что там все добрые. Ну, не во всех они были, конечно, определенного жанра. Все очень добрые, все прощающие. Добро и зло всегда наказано. Добро побеждает. И при этом сюжетная линия, она не такая шаблонная, как в западных каких-то вещах. Она более непредсказуемая, внезапная, нежданчик и все такое. Со временем я полюбила и драмы. Это фильмы, а, вернее, сериалы восточные. Они бывают не только японскими, но и люблю именно японский. Потому что вторая причина, почему я любила аниме, это язык. Мне безумно нравится звучание японского языка. Он мне нравится таким мелодичным. Вы знаете, у меня очень необычное восприятие языков. Дело в том, что я их делю по геометрическими фигурами. У меня бывают многоугольники, бывают круглые языки, ну, как круг. Бывают треугольники, квадраты. В общем, к круглым языкам относятся английский, например, французские, японские. Вот. И мне нравятся те языки, которые круглые. Да. И со временем я стала баловаться и японскими драмами. Было очень забавно и любопытно видеть в реальности то, что я видела когда-то на нарисованном. Школы, вот эти вот метро, я не знаю, еще какие-то другие вещи. То есть я убеждала уже, что это было не просто фантазии того, кто рисовал аниме, но и на самом деле это реальность. Это правда существует в Японии. Очень занимательно смотреть такие вещи. И года два назад я очень увлеклась так называемыми раскрасками для взрослых. То есть это не значит, что там какие-то 18 плюс вещи раскрашиваются. Просто там более сложно раскрашивать, чем детские раскраски. И вот такая у меня была первая и пока единственная раскраска. Называется Таинственный сад. Я очень любила ее раскрашивать. Удивляла этому просто часы времени. Это было еще до того, как я двинулась на вышивание. И я человек многозадачный. Я не могу делать только одно дело. Мне нужно, чтобы... Я как многорука индийская какая-то. Ну, богиня, наверное, слишком высокомерно будет сказано. Но вот, да, есть такой момент. И не лениво раскрашивать, просто раскрашивать в тишине. Надо, чтобы, например, был какой-то фон. Причем музыка не подходит. Надо, чтобы на мозг какая-то была нагрузка. К этому времени я пересмотрела все документальные фильмы, которые смогла найти. И думаю, ладно, пофиг. Был тогда один сайт. Сейчас, наверное, его прикрыли. Сейчас закрываются все вот эти, где нужно, фильмы, смотреть сериалы. Думаю, я там забила фильтры. Там, что исторический. Я хочу посмотреть, что сериал. И он мне выдал. Я забыла указать японию. Я просто включила. Первый попавшийся. Сижу, раскрашиваю, периодически пучеглазью в экран. То есть и... И прошло минут 15, прежде чем я поняла, что я слышу не японскую речь. То есть, ну, вообще я люблю смотреть субтитрами. Но в данном случае я нашла именно с озвучкой, потому что затруднительно раскрашивать и читать субтитры одновременно. Поэтому было слышно за дубляжом оригинальный язык все-таки, но основная озвучка, она была на русском, конечно. И я все равно обычно слышу вот оригинальный язык, который прячется за озвучкой. И только спустя минут 15 я поняла, это не японский. Я человек, который может даже на слух переводить японский. Ну, представляете, столько лет, шести, все время смотреть субтитрами японские аниме и дорамы, конечно, тут нахватаешься каких-то слов раз. И как бы... И как бы я как собака, которая понимает, но не говорит. И мне до сих пор стыдно, что только через 15 минут я поняла, это не японский язык, я, глядь, смотрю, кто страна-произведитель. Южная Корея. Это был сериал императрицы Ким. У меня есть знакомая, она очень классный сериал, и прям залипла моментально. Не покатить, что там большое количество серий, оно того стоит. У меня есть знакомая, по которой я знала, что она просто обожает корейские дорамы, именно эта страна-производитель. Я тут же написала, говорю, Ктюш, советуй. Она мне посоветовала. Я до сих пор помню первые вещи, которые она мне дала название. Первая вещь, это я до сих пор люблю, нежно. Это достоинство джентльмена. Вторая вещь, я всё время забываю название. Там влюбились друг в друга военные и врач. Я напишу где-то здесь на экране надпись, потом при монтаже поищу название. И третья, это W, между двух миров. Все три заслуживают внимания. Ну, собственно, именно вот таким вот образом я села на корейские сериалы абсолютно случайно. На этом всё. Пока-пока. Ещё увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует...